Система организации загородного отдыха детей и подростков города Твери отмечает 100-летний юбилей в муниципальных оздоровительных учреждениях Дружба и Ровесник прошли праздничные мероприятия. Подробности в нашем сюжете. Детский оздоровительный лагерь Дружба стал одним из самых первых на территории бывшего СССР. Ни одно поколение привезло отсюда много интересных историй и душевных воспоминаний. Зажигать детские сердца лагерь Дружба продолжает и по сей день. Ежегодно в четырехсменном режиме свой летний отдых здесь проводят дети из Твери и Тверской области. В честь столетия праздничные мероприятия готовили всей сменой. Участие приняли вожатые и дети. Все началось с торжественной линейки, где награждали достойных сотрудников лагеря, дарили разные эксклюзивные подарки, а потом торжественный концерт для приглашенных гостей. Я считаю, что все выступили просто отлично. В лагере Дружба – профессиональная команда педагогов и наставников. Работа вожатых нелегкая. Нужно быть ответственным и неравнодушным. Главное – это любовь и забота о детях. Я 8 лет занималась спортом, и мы были в разных лагерях на сборах. И в Тверской области, и в Ромашке, и в Ровеснике, и на море были. Я и сама в Артеке была. Но Дружба – это особенное место на самом деле. Сюда всегда хочется возвращаться. И тут своя атмосфера, тут какое-то волшебство. И поэтому из всех лагерей я всегда буду выбирать Дружбу. В педагогическом коллективе Дружба есть сотрудники, посвятившие работе в лагере более 30 лет. В том году была сотая смена. Мне дали за это орден. За сотую смену выдержала. В этом году уже 103-я. Очень нравится. У нас очень хороший, сильный, сплоченный коллектив, который работает с детьми. Нам 100 лет, но для Дружбы вековой юбилей – это совсем не старость. Это опыт и знания, говорит директор лагеря Дмитрий Бенхан. Впереди много планов для улучшения качества отдыха и воспитания молодого поколения. Если говорить о планах, то, конечно же, каждый, кто здесь находится, кому так сложно достается путевка, потому что спрос на лагерь в этом году был больше 4-х человек на место, конечно, хочется мечтать и говорить о создании круглогодичного комплекса, где бы дети смогли приезжать в течение всего года. Юбилей в этом году отмечает еще один муниципальный оздоровительный лагерь «Ровесник». В честь 60-летия здесь был организован большой праздничный концерт. Праздник прошел очень хорошо. Дети очень постарались, коллективы, чтобы наш праздник был красивым. К 60-летию в «Ровеснике» открылся музей, посвященный истории Великой Отечественной войны. В нем представлены экспонаты, найденные поисковыми отрядами в Калининском районе, как раз вблизи расположения детского лагеря. Здесь стояли с этой стороны тьмы советские войска, а на другой стороне этой маленькой речушки, вот они уже были захвачены немцами. То есть бои шли конкретно вот в этих местах. Сегодня лагерь активно развивается, коллектив внедряет современные образовательные методики и программы, вносит серьезный вклад в воспитание молодого поколения.